Здравствуйте! На портале Экзогиатру с вами претерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы прочитаем 24 стих из 6 главы Евангелия от Луки. «Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Очень часто возникает недоумение в связи с этим словом «горе». Что оно означает? Означает ли оно знак некоего проклятия? Потому что блаженство, которое произносит Христос в предыдущих стихах, выражает некое благословение. И тоже идею счастья. Счастливы вы, кого ожидает Царство Небесное. И наоборот, другая категория лиц как будто попадает под проклятие, и поэтому они должны быть несчастны. Но нужно понимать, что здесь, в греческом тексте, стоит слово, от которого происходит наше привычное слово «увы». И иногда в простонародье оно звучит немножко в другой форме «вай-вай-вай». Это знак какого-то сожаления, досады, которые вызывают люди, которые будут лишены той радости, того богатства, которое ожидает всех остальных. Поэтому эти слова нужно читать в их контексте. Конечно, слова благословения обращаются прежде всего к ученикам. В русских переводах не всегда это однозначно, но в греческом тексте всегда подчеркивается «вы». Блаженны вы, нищие, блаженны вы, алчущие. Христос обращается к ученикам. Блаженны вы, нищие, противопоставляются тем, кто будет богат. Горе вам, богатые. И в чем же здесь вопрос? Дело в том, что Христа не интересует ни бедность, ни богатство, как оно интересует нас. Они его не интересуют как абстрактные категории. Его интересуют люди, которые оказываются в тех или иных жизненных обстоятельствах. И вот то, как на одних людей влияет богатство, на других людей влияет бедность, именно здесь будет проходить водораздел. И, конечно, главным критерием здесь будет эта открытость к Богу. Насколько сердце человека остается открытым, восприимчивым к Слову Божию и окружающим тебя людям. Для того, чтобы правильно понять эти слова, конечно, их нужно читать в каком-то параллелизме с теми благословениями, которые произносятся выше. И, конечно, здесь приходит противопоставление с блаженством нищих. В Евангелии от Матфея эти нищие названы нищие духом. В Евангелии от Луки это материальные нищие, это вот та нищета, которая является повседневной бедностью. И поэтому тоже возникает соблазн, с одной стороны, спиритуализировать весть, которую передает евангелист Матфей. Вот есть какая-то особая нищета духом, и что бы это могло значить. И наоборот, видеть в словах евангелиста Луки какой-то классовый подход, потому что он говорит о конкретном социальном статусе и экономической ситуации. Но, опять же, Христа интересует только одно. Его интересует то, как человек живет, оказавшись в тех или иных обстоятельствах. И, конечно, здесь самое главное в том, что нищие, бедные, которые окружают Христа в Евангелии, этот евангельский люд, он оказывается в предпочтительном и в каком-то привилегированном положении, потому что их сердце остается открытым для спасения. У них нет ничего, и поэтому они всего ожидают от Бога. Конечно, вы понимаете, что бывают разные нищие. Бывают нищие, которым всегда мало, и они говорят «дай, дай, дай», и в ответ у них никогда не рождается спасибо, они даже не способны это оценить. Точно так же и богатые бывают разные, бывают богатые с психологией нищих людей, которым тоже все мало. И поэтому очень важно здесь видеть в словах Христа не социальный статус и не количество денег, которые имеет человек, а именно степень его открытости к вечности, степень его человечности, если хотите. Конечно, мы помним в других местах Христос рассказывает притчи, и мы помним бедняка, у которого есть имя, его зовут Лазарь, и который в конце концов оказывается удостоен радости разделить блаженство на лоне Авраама. И есть рядом с ним анонимный богач, безумный, который пресыщен и которого ничего не ожидает в потустороннем мире, как будто он уже все получил уже здесь и сейчас. Конечно, слово «пресыщенность» тоже означает именно просто закрытость. Не значит, что у этого богача не было каких-то проблем. Скорее всего, очень часто люди своим богатством пытаются компенсировать какую-то внутреннюю тревогу, на самом деле какую-то глубокую нищету. И поэтому Христа, опять же, интересует только сердце человека. Богатство легко становится идолом, и это тоже объясняет, почему они уже получили свое утешение, потому что они обрели свой идол, рассчитывая на то, что этот идол их защитит от бед и невзгод, обеспечит им радость. Именно поэтому Христос говорит, невозможно служить двум господам, и Богу, и мамоне, потому что либо ты одному служишь больше, стараешься для него, другим пренебрегаешь, либо наоборот. И точно так же здесь сердце будет либо открыто, либо оно будет парализовано, окажется в каком-то панцире. И это утешение в действительности окажется ложным. Вы получили ложное утешение, поэтому мне так жаль, что вы обрекаете себя на эту участь. Богатство дает нам тоже иллюзию власти и всемогущества. Люди уверены очень часто, что то, чего нельзя просто приобрести, можно купить за деньги. И поэтому богатство очень часто людей сводит с ума. И об этом тоже есть притча о неразумном богаче, который уже думает о том, что его ждет бесконечное блаженство. Но именно в этот момент приходит ангел, вестник, который говорит, неразумный, обезумевший человек. В эту же ночь твою жизнь, твою душу возьмут обратно, кому же достанется все, что ты собирал. И именно об этом говорит псалмопевец в 49-м псалме. Он говорит, человек, который живет в благополучии, в люксе, в каком-то великолепии, очень легко теряет рассудок, теряет разумение и становится как несмышленное, неразумное животное, как бессловесное животное. И для этого Христос нам дает удивительную жемчужину мудрости, где сокровище твое, там будет и сердце твое. На портале Экзегет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.